Жила-была лошадка И она много работала А отдыхать она не умела Потому что родители ее приучили Что отдыхают только бездомные шлюхи А хорошие лошадки хорошие Только если безостановочно трудятся То есть как бы виноваты родители Совет Во всем вине родителей Ведь это удобно и бесплатно Кроме работы у нее в жизни ничего не было Поэтому даже по выходным она брала работу домой и работала Друзья ее называли безумная трудогольная лошадяра Вернее, называли бы, если бы были Прикол, да? Я обосрал от лица друзей и отобрал этих же самых друзей И из-за усталости постоянно у нее нарастала раздражительность С каждым днем все больше и больше, как катаракта А потом вдруг однажды, когда коллега енот спросил у нее, сколько время Она внезапно начала на него орать Ииии, ты что, время не умеешь определять? А енот такой, нет, я и читать не умею А нахера тогда ты ходишь на работу? А енот отвечает Воровать печенье в буфете А ты зачем? И такие случаи с ней начали происходить постоянно Она срывалась, как папа лев сорвался с обрыва в фильме Король лев Извините Так она однажды наорала на клиента А он ей треснул в конскую дыню прямо Он типа немного разбирался в психологии Однажды наорала на дворника Из-за того, что ей кошмар приснился Больная Коллеги заботливо интересовались Ты что, какие-то вещества принимала? А у тебя еще есть правила работы? Не балдей одна, а то настучим Ее спрашивали Как мы можем тебе помочь? А она ничего не отвечала Только орала Все в порядке, все в порядке Вытаращив в глаза, как чупа-чупс Это не реклама, к сожалению Люди пугались и говорили Совсем шифер поехал у лошадки? Надоело всем на работе эта психованная лошадь Знакомая ситуация, да? Собрались однажды коллеги Связали ее и отнесли к Филину Типа разбирайся с этим дерьмом Он посмотрел на нее и говорит Ну ты и кобыла А коллеги такие уходя А она и есть кобыла? И Филин спрашивает ее В чем твоя проблема? Некоторые коллеги считают, что я постоянно срываюсь и ору Сорвалась и проорала она Филин вышел из своей избушки на дереве Набрал в ведро ледяной воды Вернулся и прям в харю ей все вылил И она такая сразу А, поняла Орать нельзя Филин такой Именно Как ты проводишь выходные? Расскажи Все точно так же работаю, как и на работе Только пердеть можно громко Он подумал и отвечает ей Ну ты и тупая А она Зато я незаменима на работе А он ей Зато ты ссышь прямо сейчас Она смотрит вниз И правда ссыт Да так сильно, что Филин даже на стул встал, чтобы тапочки не замочить Филин ей говорит, стоя на табуреточке Это все от стресса и усталости Пока что ты только не контролируешь раздражительность и обсыкание А скоро вообще ничего не будешь контролировать Типа чего? Спрашивает лошадь Типа просыпаешься в незнакомых местах с морковкой в попе А она отвечает Я в принципе люблю морковку А Филин такой Придется себя в этом убеждать Каждое утро Хм, отвечает она Не знаю, как-то недостоверно И в этот же момент снова сыт на диван Филин А Филин такой фоткает диван И на авито выставляет И пишет Продаю диван за 6 тысяч рублей Хорошей, необоссанной, тупой лошадью До которой очевидные вещи не доходят Да, некоторые выкладывают объявления о продаже только в назидании Кому-то, чтобы проучить кого-то в саркастичном стиле Почитайте внимательнее А потом говорит Это твой уставший от работы разум Бунтует против тебя Специально, бессознательно делает все Чтобы тебя рано или поздно уволили С работы, от которой он устал Из-за истерик или абоссанчества Чтобы ты, наконец, смогла отдохнуть И он вместе с тобой Конский мозг И пока ты не дашь ему и себе отдохнуть Он таки будет бунтовать Абоссанством или крик Лошадка подумала И отвечает Иго-го себе А что бы ты делала в выходные Если бы у тебя вообще не было работы Спрашивает Филин А она отвечает Такого не бывает А Филин говорит А бывает такое, что тебя бьют по башке Скамейкой для медитации Если ты терапевтический процесс В демагогию начинаешь бессмысленно превращать Я к тому, что в выходные Надо отдыхать и расслабляться От работы, которая была в течение недели А она как припадочная ржать начинает от этого Филин спокойно встает Берет скамейку для медитации И бьет ее по хари И говорит Тихо не ори А то соседи ментов вызовут А у меня и так условка Пока не придумаешь Как проводить выходные с удовольствием для себя Не отпущу тебя отсюда И так пролежала лошадь у него в кабинете Три с половиной дня Пока гнить не начала В переносном смысле И в прямом Вот такое сильное у нее убеждение было Что выходные нужно только на работу тратить Тварь. И тогда говорит, придумала. Я хотел бы в выходные кататься на велосипеде. О, вот это уже дело, отвечает Филин. Можешь идти. Начнешь проводить выходные, например, катаясь на велосипеде, тогда и срываться перестанешь. Она встала, и с ней кусок обивки от дивана оторвался. В виде лошади. Такой типа хипстерский диван. Так опишет это. Так опишет эту вставку из ткани Филин, когда продавать будет. Хипстерский стиль. И так она много и весело каталась на велосипеде, что у нее на ляжках были мозоли от сидения размером с человеческое предсердие. Ах, не знаете, какого размера? Вот зачем надо было учить биологию в школе. А знали бы, посмеяли сейчас. Такие, ха-ха-ха, как смешно. А вместо этого, небось, письки рисовали в учебнике, да? Ну, тоже неплохо. Типа дизайнеры будущие, да? Ага. И вдруг начало ей казаться, что жизнь это не конвейер безостановочной боли. А за веселые и интересные выходные она успевала забывать совсем про рабочие трудности. Поэтому в понедельник работа была даже интересной и приносила радость. Она такая, охренеть, работа наконец-то не говно. И больше она не орала на коллег и не ссалась. И ее даже повысили. Из менеджера по продажам стала очень менеджером по продажам. Вот так. Удачи.